Доброго времени, друзья! С вами по-прежнему Артавацкий, и в этом видео наш проект обретёт совершенно новое обличие, потому что именно сегодня мы займёмся самым интересным... пушками. По спонсору этого видео сайт unitystudy.ru, на котором вы найдёте совершенно новые курсы, построенные по эффективной западной методике обучения. Всё записано на новой версии Unity. Вы научитесь создавать свои игры с нуля, писать скрипты, рисовать графику, публиковать игры в Steam, Google Play и App Store, а также сможете претендовать на должность юнёра-разработчика Unity 3D. Ну и, конечно, все мои подписчики получат дополнительную 10% скидку по промокоду ARTALASKI. Так, прошло две недели с момента старта проекта. Какие выводы можно сделать уже исходя из этого? Первое, с чем вы можете столкнуться, это то, что те ассеты, которые вы приобрели, вы, скорее всего, как и я, будете видеть вообще впервые, и поэтому даже не будете иметь понятия, как они работают, как они устроены, и как вообще ими нахрен пользоваться. Но это не самое страшное, потому что, посидев несколько вечеров и посмотрев видеоуроки, конечно же, на английском, и почитав, конечно же, английскую документацию, можно забраться и, в принципе, уже начать что-либо делать. Можно задать вопросы на форуме, то есть пообщаться напрямую с разработчиком этих ассетов. Но, опять же, это не самое страшное, как бы просто будьте к этому готовы. А самое страшное в том, что те ассеты, которые вы будете использовать, скорее всего, не будут сочетаться между собой, и это факт, к сожалению. Но, в принципе, даже это решаемо, и при определенных знаниях языка, или имея могущественного друга-программиста, можно разобраться и, в принципе, совместить несовместимое. Но, к счастью, наиболее популярные ассеты, особенно Ultimate FPS, он уже сочетается со множеством ассетов, которые есть на Unity Asset Store, поэтому таких проблем возникнуть не должно. Но, опять же, чтобы их совместить, нужно прочитать хотя бы документацию на английском. И, если вам повезет, то даже найдете толковый урок по интеграции одного ассета в другой, и чтобы это работало. То есть, это такие основные две проблемы, которые могут возникнуть. Что касается Steam Direct, были очень правильные мысли по поводу того, что без этой сотни баксов мы даже не сможем опубликовать игру, то есть, по сути, в Steam ее просто не будет. Но, в противовес этому мнению, было не менее правильное мнение. Когда будет превышен порог в 1000 долларов, то есть, когда наша игра заработает 1000 долларов, то нам эти наши 100 баксов, естественно, вернут. Но тут, опять же, есть маленький нюанс. Вернут не конкретно эти 100 долларов, а Steam заберет себе, естественно, налог. Но и тут не все так просто. Чтобы игра в Steam заработала 1000 долларов, надо постараться. Сейчас далеко не то золотое время, в котором даже любая инди-параша могла заработать баснословные деньги и сделать своих разработчиков действительно по-настоящему богатыми. Сейчас, к сожалению, время это упущено. Можете кусать локти и плакать, можете просто сделать хорошую игру и вернуться в эту золотую эру. Потому что хорошие игры, они всегда будут зарабатывать. И поэтому есть шанс, что вот этот наш проект, он действительно станет не просто каким-то асид-флипом, а станет действительно нормальной игрой, в которую реально будет прикольно поиграться. Я не говорю, что это будет АА-класс проект, что это будет супер-шутер, но, по крайней мере, это будет действительно прикольно, и часик второй в этом можно будет поиграть и не пожалеть. Тем не менее, я все-таки решил не учитывать эти 100 долларов по двум простым причинам. Первое. У нас и так маленький бюджет в 500 долларов. И как бы некоторые не писали, чувак, это же 30 тысяч рублей! Это всего лишь 500 долларов, и для геймдэа это ничего не значит. То есть эти 500 долларов, это ни о чем. Там можно создать игру вообще без бюджета, можно создать игру за 10 тысяч долларов, за 100 тысяч долларов, и, в принципе, это не окупится, скорее всего. Вот. Поэтому мы, собственно, и создали этот проект на ютубе, потому что это действительно будет интересно посмотреть, насколько это вообще все получится. Суть в том, что когда-то, очень давно, кажется, два года назад, когда еще существовал Steam Greenlight, и я создавал видео про свою первую игру на Юнити, которая, кстати, была сетфлипом, была шутером. Какая ирония судьбы. И как раз благодаря подписчикам, которых тогда было всего лишь 1030, кажется, большая часть голосов на Steam была пройдена, была собрана, точнее. Но она все равно не прошла. А спасло ее лишь то, что Steam Greenlight закрывался, и появлялся Steam Direct, и пропустили абсолютно все проекты, которые были в Steam Greenlight. Поэтому она его как бы прошла. То есть, по сути, у меня уже есть Steam Direct как раз под эту игру, то есть как раз под шутер, как раз из ассетов, но в более правильном его варианте с купленными ассетами, то есть это не пиратка, В общем, что я хочу этим сказать. Будем считать, что Steam Direct у нас уже есть, и мы не включаем его в стоимость нашего бюджета, в эти 500 долларов, потому что за 400 долларов мы реально соберем какую-нибудь парашу. И это будет неприкольно. В прошлой серии я добавил персонажа переделанные руки, и в это собирался делать им анимацию с различными видами оружия. Но тут мне попался интересный вариант с уже анимированными руками и неплохим выбором оружия в количестве 10 штук и всего-то за 30 долларов. Есть еще альтернативный вариант с 19 видами оружия, но без анимации и всего за 20 долларов. И нам этот вариант тоже подойдет. Кстати, у автора этих ассетов есть свой канал на ютубе с очень крутыми и полезными уроками по анимации и целый бесплатный курс по созданию анимированного персонажа для игры с нуля. В общем, Максу огромное спасибо за подобный контент, ссылка на него, естественно, в описании под видео. Кстати, анимации нужно не так много, как я говорил в предыдущей серии. Ultimate FPS поддерживает процедурную анимацию, поэтому анимация бега, ходьбы, бездействия, доставания и убирания оружия, даже перезарядки и выстрела можно не делать. Единственный момент, нужно сделать анимацию огня для пистолета, так как у него при выстреле двигается верхняя часть рамы, а процедурная у FPS двигает полностью модель с оружием, а не конкретную ее часть. Поэтому достаточно лишь отодвинуть затвор в анимации, а дачу Ultimate FPS уже сам сделает процедурно и вы сможете это тонко настроить. Что касается персонажа, в первой серии я выбрал не самый удачный вариант для нашего бюджета. Модель-то хорошая, цена плохая. И тут я вспомнил про еще одного отечественного разработчика Half-Pixel. Нас интересует вот этот асет, потому что тут есть сам персонаж, руки, оружие и дополнительный обвес для него, а также эффекты выстрелов. В общем, полная музыка. Но оружие у нас и так уже завались, и можно брать и обмазываться, поэтому оставим из-за для следующих проектов. А вот обвесы оставим и примерим для пушек из нашего основного пака оружия. Также я быстренько замоделил лазерный прицел для пистолета, потому что именно такого не было, а хотелось. Наконец, я вставил все оружие, что было в паке. Добавил обвес, лазер и выключаемый фонарик для дробовика. Кстати, объемный луть света от фонаря я сделал благодаря асету Volumetric Beam от разработчика TechSolid. Он еще очень мне пригодится в дизайне уровней. Что касается вылетающих гирс, есть отличный бесплатный асет от Chamfer Zone. Его и будем использовать. Он нам пригодится также и для дизайна уровней, чтобы добавить немного мелких деталей, следов боя, ящики с амуницией и все в таком духе. Но, как я заметил позже, в анимациях из пака Макса уже есть вылетающие гильзы. С одной стороны, это хорошо, меньше заморочек. Но, в конкретном нашем случае, это ни к чему. И поэтому, я удалил модельку гильзы из прифаба, чтобы за раз не вылетало по несколько гильз. Сразу. Я использовал замечательные эффекты от крипто, которые, к сожалению, пришлось слегка дорабатывать, чтобы они работали корректно. В прифабах были записаны не нулевые координаты, они уже имели какую-либо позицию и даже разворот. А в эффектах выстрела некоторые частицы были повернуты перпендикулярно основному эффекту. И источник света имел тип освещения микс, а не реалтайм. Все это, конечно, мелочи, и было исправлено минут за 15, но, как-то, неприятненько. Ну и, конечно же, не забываем про гранаты и взрывные бочки. Бочки можно взять бесплатно, и на сетсторе их просто десятки и довольно хорошего качества. Тем не менее, я купил шикарный набор от Раунда Кассетс, в котором есть и бочки, и ящики, и грузовые контейнеры, и вообще все, что поможет нам разбавить геометрию уровней. А еще у меня есть огромнейшее желание сделать их ломаемыми, и для этого можно заморочиться самому и сэкономить несколько десятков баксов, сделав каждой модели ее поломанную версию. А можно приобрести вот такой вот Асид под названием Эксплоудер. Он очень простой и буквально за несколько секунд интегрируется с нашим UFPS и получает довольно интересный результат. И да, я уже добавил зуки выстрелов, взрывов, каждому виду оружия, но показывать их вот так по порядку это немножко скучно. Поэтому напоминаю, что все звуки я взял из Асито от Game Master Audio, содержащим в себе более 8000 звуков. Этой коллекции вам хватит на много игр вперед. И на этом уже можно было бы серию закончить, но я обещал показать кое-что еще. Стрелять по ящикам и бочкам очень интересно, но первые несколько минут. Поэтому я уже сейчас добавил немного живности. Осталось задать этим чудным созданием простое поведение и вдохнуть в них инстинкты убийцы. И прототип будет уже готов. Ну и для демонстрации перенесемся в сцену с домом из замечательного Асито от Knife Entertainment. Демонт. Продолжение следует... Продолжение следует... В следующей серии я займусь персонажами и дизайном уровней. На данный момент потрачено 280 долларов, и это только начало. Потому что около двух сотен баксов уйдет на модели окружения для уровней, и я остаток потрачу на композитора, который напишет несколько тем для игры. Кто бы что ни говорил, а я хочу, чтобы у игры был уникальный саундтрек, который до этого не звучал бы в десятках асетфлипов. Ну а чтобы эти серии не пропускать, что нужно сделать правильно, нужно подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. С вами был Арталаски. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова